Долго-долго-долго вы просили у меня хорошую бронированную цель, чтобы показать, как работают те или иные боеприпасы. И вот, как видите, мы поднимаем ставки. И последнее, это третье, это концепция «выстрел и забыл». Перед вами N-Law, фактически демоверсия полноценного Птура третьего поколения. Эта шведско-британская ракета навела много шума в соцсетях. Маркетинг, надо сказать, у нее прекрасен, что сказать. У него прихотливая электроника, орудие, кстати, не такое уж легкое, как его молюют. Но самое главное, в сети есть видео, где танки этот комплекс, мягко говоря, не пробивают. Да и слухи полевые довольно противоречивые. А задача команданта какая? Она ведь простая. Проверить и расставить все точки над «и». Да и мишенька у нас сегодня просто охренительная. История N-Law началась тогда, когда британцы решили заменить свои старые лавы 80. Что вообще такое? Лавы, N-Law и так далее. Light Anti-Tank Weapon – легкое противотанковое оружие. А N-Law – это не Ю, то бишь, но... У меня переведен датчик вперед. Ота, то бишь, тот самый момент, когда он должен залететь сверху и херакнуть. Есть одно но. В БМПшке обычно зарядов меньше, потому что я сегодня напихал туда кучу артиллерийского пороха от гаубицы 152-й D20. И насколько она бахнет быстро, и успею ли я уйти – вот это большой вопрос. Почему? Потому что я ни разу не видел с такого расстояния, как детонирует полностью набитая порохом БМП-1. И мало того, ведь мне придется смотреть прицел почти что до попадания, чтобы уж наверняка не промазать. Субтитры сделал D20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ё-моё, я что, только что промазал из ПТРК, которые стоят 2 миллиона 600 рублей? Четко, так сказать, направил ракету. Она летела ровно посередине БМП. А потом в какой-то момент такая... Типа... Э, не-не-не, подождите. Это что, БМПш ККП? Не-не, я умываю руки. Примерно так. Давай по новой, Миша, все хуйня. Продолжение следует...